Добрый день, это программа «Слушайте доктора» у микрофона Вера Власова и сегодня в гостях у нас Андрей Андронов, главный врач Северной клинической больницы скорой медицинской помощи. Здравствуйте, Андрей Витальевич. В прошлом году больница Северная отметила свое 75-летие. Огромный срок, очень много всего было сделано, очень много всего изменилось в структуре учреждения, в площадях. Давайте немного сначала проанализируем, с чем больница пришла сейчас, какие изменения производились за последние 75 лет и к чему нас это все привело? Больница, конечно, очень существует давно, у нее богатая история. Постоянно она меняется, видоизменяется, что-то добавляется, что-то отходит от больницы. Но если анализировать, скажем так, за этот год, за прошедший от нас, ушло несколько структурных подразделений. Это стомат поликлиника, центр здоровья ушли в диагностический центр, детская поликлиника ушла в детские клиники, диагностический центр. Но, наверное, это не наверное, это разумно. Это дает нам определенные, скажем так, преимущество в том, что мы будем заниматься более профильными. Да, то есть сконцентрируемся именно на вашей деятельности. Сконцентрируемся именно на деятельности оказания экстренной помощи профильной жителям нашего города. И сейчас уже в последнее время все активнее и больше области. Вот. У нас еще существенные изменения произошли. Слияние двух родильных отделений, это первое, и второе родильное отделение, и в результате чего у нас образовался городской перинатальный центр. Наша гордость. Да, там появилось у нас еще, скажем так, несколько структурных подразделений. Это отделение не анатологии, а свое отделение анестезиологии, реанимации и отделение патологии беременности. Помимо родильного отделения, то есть это, ну, такое полноценное структурное подразделение. Да, как раз по городскому перинатальному центру мы с вами в прошлом встречались, это было, если не ошибаюсь, в феврале месяц, как раз после открытия центра. Ну, он успешно работает. В принципе, есть какие-то моменты были, то, что у нас изначально не получалось, но на сегодняшний день он работает весьма и весьма неплохо. Преодолели все сложности? Ну да. Дети к успеху. Да, и я слышала о том, что значительно повысилось количество родов, проводимых. В начале года, да, в начале года женщины у нас рожали, скажем так, в среднем где-то 200 родов было в месяц. Потом летом спад прошел определенный, где-то 120-130 родов в месяц было. Но сейчас вот уверенно набираем обороты, женщины идут к нам рожать. Скажем так, 195 было в прошлом месяце, я думаю, в этом месяце у нас будет больше 200 родов. Да. А вот вы, финансировали, что в феврале у вас стало возможно проводить партнерские роды. Вот интересно, насколько популярна эта услуга? Пользуются ли этим кировчане? Пользуются. Приходят партнерские роды, они у нас бесплатные. Пожалуйста, приходите. Все это пользуются успехом. Замечательно. Давайте пойдем дальше. Что касается площадей. Вот у Мизофирма рассказали о том, что первый корпус, в котором находится поликлиника, это здание аж 1941 года. Правильно? Да, здание достаточно древнее. А вот ремонтов там, ремонты производились, но вот именно в клинических отделениях, где располагалась первая, вторая, хирургия, реанимация, ремонты были достаточно давно. А когда примерно, не припомните? В 90-е годы. Понятно, что все ветшает, приходит немножечко в упадок. И в связи с нашими структурными изменениями, то есть у нас на сегодняшний день обе хирургии, хирургическая реанимация переехали в другое здание, а вот на этих высвободивших площадях мы сделали ремонты косметические, поменяли линолеум, стены покрасили, двери поменяли, закупили новые кровати, тумбочки. Вот. И на прошлой неделе там отметили новоселье отделения терапии, кардиологии. Это все первый корпус? Да. И терапевтические реанимации. То есть на четвертом этаже, где была раньше первая хирургия, сейчас находится кардиология. На третьем этаже, где была вторая хирургия, сейчас находится терапия. Там же находится терапевтическая реанимация. То есть хирургия, если я правильно понимаю, она переехала в какое-то отдельное здание? Она переехала в то здание, где располагалась терапия и кардиология ранее. Почему это было сделано? Вот. Почему? Потому что несколько лет назад в этом корпусе, на пятом этаже, была произведена серьезная реконструкция. Там был создан новый оперблок операционный и новое отделение хирургической реанимации. Но вот на всю каких-то обстоятельств на протяжении минимум лет четырех эти помещения никак не эксплуатировались. Поэтому логика заставляла думать о том, чтобы наши хирургические отделения переехали в этот... По месту назначения, собственно. Да, по месту назначения, в этот более-менее новый корпус. Там более просторные палаты, там более удобные, скажем так, условия для выхаживания и лечения хирургических пациентов. Вот. Что мы, собственно говоря, и сделали. Другое дело, что перемещение отделений из одного корпуса в другой влечет за собой немаленькие, скажем так, и расходы, и усилия по приведению этих отделений в надлежащий вид. То есть те ремонты, которые мы сейчас делаем, мы делаем для того, что нам хочется их так вот делать, чтобы мы ремонтировали. Ну и хочется ведь тоже. И хочется тоже, конечно. Но в первую очередь это продиктовано необходимостью. Невозможно перевести, открыть какое-то новое отделение, не сделав там хотя бы элементарных космических ремонтов. Есть правила СанПины, есть пожарная безопасность, их никуда не деть. Это неотъемлемая часть лечебного процесса того же. То есть палаты должны соответствовать всем нормам, которые прописаны в СанПинах. Давайте про СанПины немножечко подробнее. Множество отделений. Естественно, у них у всех разные назначения, и каждому из них отдельное требование. Удается ли соблюдать вот как раз эти же СанПины? В какой мере? И, конечно же, все мы прекрасно понимаем, чтобы соблюсти все стопроцентные требования, нужно просто колоссальное средство. И понятно, что больница с такими средствами, на мой взгляд, не располагает. Что удалось сделать сейчас, и что у нас еще есть в перспективе? Какие доработки будут? Ну, прежде чем начать что-то делать, мы, конечно, сидим, все просчитываем. То есть мы просчитываем, какие мы будем использовать материалы для этого, какие кабинеты, где должны находиться, по метражу, по отделке, и принимаем решение. Конечно, делаем все без фанатизма. То есть мы не применяем какие-то супердорогие материалы, но в то же время эти все материалы сертифицированы и соответствуют определенным ГОСТам, которые разрешены к использованию в лечебных учреждениях. Вы, кстати, рассказывали в февральском эфире про панели специальные, которые в периметальном центре ГОСТам используются. Ну да. И у меня сложилось впечатление, что они довольно-таки дорогие, раз у них срок годности 25 лет, как вы говорили, и антибактериальная поверхность, там покрытие. Ну, мы это делали... Нет, почему? Это действительно дорогие такие вещи, но нужно понимать, где мы это применяли. Это все-таки роддом, это операционные, это палаты выхаживания новорожденных. Самые главные, наверное. Конечно. Палаты послеоперационные, где находятся женщины после кесаревых сечений. То есть вот там мы применяли, конечно, самые современные материалы на сегодняшний день, которые существуют. Мы считаем, что... Я в том числе считаю, что это все оправдано, и так должно быть. Это того стоит. Да, знать, что есть такие материалы в 21 веке, ведь мы живем-то не в 19-м, не в 20-м, и не использовать их, имея возможность. Конечно. Ну, как-то неразумно не использовать. И все-таки мы это делаем не на неделю, не на год, а на достаточно долгий промежуток времени, чтобы потом к этому не возвращаться. Сделать и спокойно работать. Ну, вернемся к нашей поликлинике и к зданиям. Недавно была на территории Северной больницы, и просто поразилась, на самом деле, насколько там стало светлее, насколько там стало как-то радостнее гулять, цветочки вокруг, красота, тропинки, птички поют. Птички и так, конечно, пели. Но именно архитектура заиграла по-другому, как мне кажется. То есть здесь еще и внешнее облик здания, внешний какой-то ремонт, отделка, играет большую роль. Вот расскажите, пожалуйста, про именно внешнюю отделку. Она ведь тоже важна, получается. Как к этому подходили, к этой задачи? В больнице, как говорят, и стены лечат. Да. Вот. Поэтому, ну, хотелось сделать какой-то, придать боли вид, захотя на территорию больницы, чтобы все-таки это соответствовало, ну, какому-то статусу, что ли. Чтобы глаз радовал. Обшарпанные стены не прибавляют. Чтобы было эстетично и приятно было гулять. Ну, конечно, не прибавляют оптимизма пациентам, в первую очередь. Кстати говоря, половина, если не больше, пациентов, когда заходят на территорию больничного городка, именно на это и обращают внимание. Конечно. И у них складывается первое впечатление вообще, стоит ли обращаться в это лечебное учреждение за помощью. Понятно, что у нас в городе другого-то нет. У нас больница скорой помощи одна, одеваться некуда. Но лучше, если она будет выглядеть достойно. Достойно и внутри, и снаружи. Вот, собственно говоря, к этому мы и шли. Не скажу, что мы потратили какие-то мега-средства на приведение вот это все такое. А инициатива сотрудников здесь есть какая-то? Да, у нас были субботники. Сотрудники активно выходили на субботники, прибирались, разгребали там все вот эти дорожки, которые были мхом, заросли. И получилось, в принципе, неплохо. Да и самим, конечно, приятно. Самим приятно. На работу ходить. Да. По зданиям еще, давайте вернемся к этому, окна поменяли, слышала, видела? Ну, мы заменили все окна, которые оставались, не меня, было порядка 70, но мы их поменялись. Тогда с 90-х еще, да, оставались? Нет, ну, было несколько, и программа была по энергосбережению, когда окна в лечебных учреждениях менялись. Мы просто заменили до конца все, убрали деревянные, чтобы какой-то и вид был, и самое главное, удобно работать было в этих кабинетах. Что еще произведено? Много что. В поликлинике мы сделали безбарьерную регистратуру. Так, это летнее ваше нововведение? Ну, да, мы это сделали летом. Ввели безбарьерную регистратуру, электронную очередь, поменяли в кабинетах тоже там двери. В общем-то, сейчас мы просчитываем, скажем так, те средства, которые нам необходимо потратить, и материалы на ремонт поликлиники. И в ближайшее время, где-то вот в этом месяце, наверное, на этой неделе даже, выставимся на аукцион. И, я думаю, до Нового года мы поликлинику, ремонт, косметический ремонт закончим. Неужели ремонт можно закончить когда-то? Тем более в таком вашем учреждении. Нет, но мы сделаем так, чтобы там было приятно находиться. Это по поликлинике. А по первому корпусу, где сейчас кардиология, терапия, и терапевтическая реанимация. В планах сейчас уже активно ведутся ремонтные работы по ремонту в отделении реанимации, которые будут находиться на первом этаже. Там, где она сейчас находится, это пока временно. И мы планируем в перспективе увеличить нашу терапевтическую реанимацию с 6 до 12 койок. Будут 3 зала, по 4 койки. Вот мы там сейчас сделаем нормальный ремонт. У нас на аукционе оборудование находится. Там будет хорошая реанимация. Андрей Ильич, вот мы говорили о том, что очень много процедур ремонтных сейчас идет у вас и ведется в течение года уже. Вот скажите, пожалуйста, сказывается ли это как-то и как сказывается на пациентах? Насколько им комфортно в таких условиях находиться? И что вы делаете для того, чтобы этот комфорт соблюсти? Естественно, наша основная задача не заниматься ремонтами. А наша основная задача оказывать помощь и лечить пациентов, наших людей. И это стоит везде, во главе угла. То есть мы, когда что-то начинаем делать, мы в первую очередь думаем о том, как пациенты здесь будут находиться, как тут будут работать сотрудники, насколько это будет удобно. Скажем, вот терапия у нас переехала в Новую площадь, в тех палатах, где когда там располагалась хирургия, было 6 коек, там сейчас находятся 4 койки. 4. То есть 6 или 4, совсем другая разница. Закупили новую мебель, кровать, чтобы в первую очередь пациентам было там комфортно находиться. Ну и в таких условиях лечить проще. То есть элементарно подойти к капельнице, поставить пациенту проще, сестре. Но жалобы не всегда были, если будут их от них, к сожалению, пока в ближайшей перспективе совсем не отойти. Но насколько они обоснованы, вот вопрос. Ну, по ходу переезда ко мне подходили пациенты, высказывали недовольство, скажем, тем, что сейчас происходит. Но когда начинаешь объяснять, люди, в общем-то, понимают, что эти трудности временные, в ближайшей перспективе они будут преодолены. Тем более они получат задание еще более качественное. Да, в конечном итоге все направлено на то, чтобы вот этот лечебный процесс сделать максимально эффективным. Максимально эффективным. Вот для этого мы все это делаем. Пациентам ясно. По сотрудникам какова ситуация? Ну, по сотрудникам так же. Вот, скажем, если взять те отделения, из которых уехали, там неудобно было работать элементарно, где-то чаю попить, отдохнуть. Не очень удобно. Ходить в палаты, где пациенты лежат бок к боку. Надо понимать, что когда несколько лет назад, скажем, на пятом этаже делали ремонт и делали новый оперблок с новым отделением реанимации, пришлось уплотнить отделение. То есть убрать часть коек, часть палат, поставить коек больше, чем там должно находиться. Что создавало, ну, не очень... Некомфортная атмосфера. Ну, да. Что ж там ходить, если кровати вообще рядом стоят. Сейчас этого нет. Слава Богу, мы в этом году от этого избавились. Вот. Но, тем не менее. Подождите, то есть в течение четырех лет вот эти уплотненные отделения не так и работали? Так и работали, да. К сожалению. Вот. Очень хорошо, что эта проблема решена теперь. Ну, да. Это была основная проблема, которую нужно было решать. Вот. Мы ее решили на сегодняшний день полностью. Вот на прошлой неделе переехали, и, в общем-то, все так отчасти вздохнули. Конечно, в этих условиях и проблема была и с сестрами. Не скажем так, невысокая заработная оплата, плюс такие условия работы, ну, создавали определенную текучку кадров. Я не скажу, что она решена сейчас. Нет, она не решена. Но тенденция к тому, что она меньше есть. Вот. То есть уже, как минимум, вопросы комфорта, пребывания на рабочем месте, они постепенно решаются. И это тоже. И зарплату мы потихоньку-потихоньку, но все-таки поднимаем. Это замечательно. Вот хорошую очень тему вы затронули, да, что все равно стены лечат, потому что очень много вопросов сейчас в связи с тем, что постоянно везде, сейчас почти в каждом медчреждении города проводятся ремонты косметические, фасады ремонтируются. И в связи с этим я лично слышала очень много вопросов насчет того, что для чего это нужно, если нам сейчас в Кирове нужно улучшать само качество оказания медицинских услуг. Вот прокомментируйте, пожалуйста, на ваш взгляд, как это связано и связано ли. Я думаю, проведение ремонтов и оказание помощи – это неотъемлемые вещи друг от друга. Они настолько тесно взаимосвязаны, об этом можно говорить бесконечно долго. Когда, допустим, мне говорят, вам меньше надо заниматься ремонтами, больше нужно заниматься лечением пациентов. А кто сказал, что мы меньше занимаемся лечением пациентов? Если мы об этом не говорим, это не значит, что мы этим не занимаемся, мы очень большое внимание уделяем именно лечению пациентов, его качеству. Просто это так вот внешне не видно. когда отделение в не очень, скажем так, хорошем состоянии, и здание не в очень хорошем состоянии. Это видно. Начинают в нашем современном мире все фотографируют, выкладывают куда только могут, со своими комментариями, подчас просто абсолютно идиотскими, не вникая в суть проблемы. Конечно, нужно проводить ремонты. Вот мы когда фасад первого корпуса стали делать, у нас вот рабочие, которые висели в этих люльках и восстанавливали кладку, они рукой проникли вовнутрь кабинета с улицы. Да вы что! Вот как в таком здании можно лечить качественно людей? Это вы мне скажите. Естественно, они нуждаются в ремонте. Конечно. Как иначе? Вот мы это и делали. Мы восстанавливали кладку, мы восстанавливали стены, мы восстанавливали, сохали где-то перекрытия. Ну, а как? Избавиться от тараканов? Да, у нас есть тараканы. Ну, точнее, я очень надеюсь, что в ближайшей перспективе их у нас не будет. Но мы это знаем, и мы сделали массу усилий для того, чтобы их не было. Я думаю, что их в некоторых отделениях уже давно нет. Два отделения, в двух отделениях еще так спорадически появляются. Но вот там, где их было основное количество, это терапия, да? Вот в тех, в прошлых площадях. Сейчас эти площади пустые, мы буквально через неделю начнем там делать косметический ремонт. Я надеюсь, что тема тараканов в Северной больнице, раз она всегда уйдет... Будет закрыта. Закрыта, конечно, ее больше никогда не было. Мы все равно этого добьемся. Так или иначе. Да, охотно ею. Потому что оно невозможно, это нереально. В 21 веке тараканы бегают. Но это целый комплекс мероприятий. Это невозможно просто пойти и потравить в палач. Ты за раз, конечно, решите. Нет, это комплекс мероприятий. Мы это много раз обсуждали и с сестрами, и с докторами, и с руководством, и со всеми. Это проблема, которая, я думаю, в ближайшей перспективе уйдет в прошлое. Ее не будет. Андрей Дальевич, знаю, что многие пациенты внимание обращают на какие-то негативные стороны. А есть ли пациенты, которые вот именно замечают, что все к лучшему идет? Ну да, очень много. Есть, обращаются, да? Да, очень много. А что говорят? Ну, говорят, что им нравится все, что происходит. Самое-то главное, сотрудники, которые работают в больнице, отношения докторов, сестер, санитарочек к пациентам в первую очередь. Их меньше всего, скажем так, вот поступает тяжелый пациент, его меньше всего интересует, чем там стены выкрашены снаружи там, да, или что. Его интересует состояние его здоровья, кто его лечит, кто за ним ухаживает, и какие у него результаты этого лечения. Вот это пациентов интересует. Вот если у него все складывается хорошо, он поправляется, так... И он уже радуется, виды из окна. Он уже радуется, да. То есть это самая главная основная задача. Коллектив неплохой. Профессионалы у нас очень хирургия мощная. Ну, вообще все отделения собрать, то достаточно профессиональный состав врачей, вот, и сестер, и сестер. Ну и, конечно же, учитывая все изменения, да, и ремонтные работы, то, как сейчас учреждение выглядит, конечно же, у этих же врачей, у санитарочек лучше настроение, да, и они лучше ведут себя, да, так скажем, по отношению к пациентам. Не, ну, отношение к пациентам, это, знаете, оно независимо от каких условиях работают сотрудники, должно быть одно. Должно быть. Да, да. Но оно, по сути, такое и есть, ну, вот. Создавая условия, мы не забываем о том, что люди приходят работать за заработную плату. Конечно, это креугольный камень, и в этом году нам удалось поднять заработную плату в среднем, да, по врачам, по сестрам. Может быть, не так много, как хотелось, но эта цифра, она приближается к дорожной карте, которая прописана. Очень хорошо. А когда планируете выйти на уровень? К Новому году. К Новому году, то есть, по зарплате уже все будет очень много. К Новому году выйдем. Здорово. Такой хороший Новогодний подарок. Я думаю, все получится у нас. А вот, кстати, про ремонт очень много говорим. Средства откуда берете? Это же немалые деньги. Это собственное средство, то есть, средства ОМС и приносящие доход деятельности. Но платных услуг у нас в больнице не так много, мы их планируем развивать. Но их невозможно развивать без проведения, опять же, этих ремонтов. То есть, это будут немедицинские услуги. Почему? Потому что все, скажем так, оказания помощи, все входят в базовую программу ОМС. И практически все. То, чем мы занимаемся. Поэтому это будут немедицинские услуги. Создание палат повышенной комфортности. И будем предлагать. Они у вас уже есть? Часть уже есть. Есть в роддоме. Потом в неврологии есть. Вот сделали буквально на прошлой неделе две палаты в кардиологии, в терапии. Ну, еще в процессе, так сказать, организации. Они одноместные, да, все? Одноместные. Но там есть возможность пребывания родственников. Ухаживающих. Да, да. То есть, возможность такая есть. Ясно. Вы упомянули о безбарьерной регистратуре. Вот расскажите, пожалуйста, в чем принцип работы, в чем отличие от привычной нам регистратуры? Безбарьерная регистратура – это прямое общение пациента с медрегистратором. Без каких-то барьеров, без каких-то препонов, препятствий. Вот. Но мы ее сделали. Там на сегодняшний день еще есть над чем работать. У нас там шкафы старые стоят. Вот. Проучили мы медперсонал. Медрегистраторов имеется в виду. Там проблемы есть у нас сейчас с кадрами. А чем была вызвана необходимость именно подключением такого вида регистратуры? Ну, сейчас общая тенденция создания безбарьерной регистратуры. Вот. Все лечебные учреждения к этому стремятся. Но в этом есть смысл. Мне кажется, так удобнее работать. То есть, когда регистратор и пациент один на один. Регистратор напрямую находится с пациентом, да. А пациентам так удобнее? Я думаю, что им удобнее. Давайте пойдем дальше. Безбарьерная регистратура – это только один из первых шагов, я так понимаю, к преобразованию деятельности. Да, очень много работ еще на поликлинике предстоит сделать. Да, об этом мы уже говорили. И очень ждем вас с отчетом по проведенной работе. Давайте еще поговорим немножечко о перспективах. Очень много планов знаю, что у вас есть. Поделитесь, пожалуйста, чего нам от вас ждать в ближайшее и не очень ближайшее время. До конца года нам, во-первых, нужно все-таки закончить работу в терапии, доделать реанимацию. И чтобы они получили свою постоянную прописку уже на тех площадях, на которых они будут находиться постоянно. Это напрямую, кстати говоря, завязано с качественным показанием медицинской помощи, потому что она будет находиться у нас на первом этаже. Те пациенты, которые будут поступать с сосудистой патологией, с острым коронарным синдромом, с нарушением мозгового кровообращения, будут к нам поступать. Они будут проходить через компьютерный томограф, который тут же находится рядом с приемным покоем и рядом с реанимацией. И напрямую сразу будут поступать в отделение реанимации. То есть это очень в функциональном плане будет очень удобно. А раньше у вас такое было? То есть вот именно такие пациенты? Конкретно вот эти отделения кардиология, неврология и эта реанимация, они в другом корпусе вообще находились. А сейчас все в одном месте. То есть это, если так можно выразиться, будет полноценный сосудистый центр. Так. Оно приобретет такое название уже? Неважно, приобретет оно или нет. Главное, по сути оно будет делать именно вот эту работу, нагрузку на себя нести. Вот. И основная тема, которая нам в этом году еще предстоит выполнить, это, скажем так, реорганизация хирургической службы. Вместо двух отделений первой и второй хирургии у нас будет три коечных отделения. Первая, вторая, третья хирургия. И отделение экстренной неотложной помощи, хирургическое отделение экстренной помощи, так оно у нас называется, уже по штатному расписанию. Это будет в очень функциональном плане совершенное отделение, где будут располагаться три экстренные операционные, противошоковый зал, малооперационная, перевязочная для небольших. А противошоковый зал, извините, пожалуйста, это что такое? Ну, когда поступает тяжелый пациент, прежде чем взять его на стол, оперировать, его нужно к этому подготовить. Вот там его и будут готовить. А каким образом? Ну, проводить необходимые лечебно-диагностические мероприятия, то есть брать анализы, вводить какие-то медикаменты, капать раствор. То есть стабилизировать каким-то образом. Да, то есть довести пациента до состояния, скажем так, операбельности, если он неоперабелен, если его нужно оперировать, то провести там предоперационную подготовку, проведя интенсивную терапию. Затем тут же, в этом же подразделении он будет браться на операционный стол и оперироваться. Затем там у нас будет круглосуточное УЗИ, рентген-кабинет у нас сейчас работает, своя лаборатория экстренная тут же будет находиться. Ну, вот такое вот отделение будет. Замечательно. Это все получается до конца этого года у вас будет присутствовать? Да, это будет все сделано до конца этого года. То есть когда ждать открытия? Вот по срокам не хочется ничего говорить. Почему? Потому что сколько сроков мы не называли, мы не всегда получаются это сделать. Ну, в силу различных причин. Потому что мы это делаем сами. Вот, вот. Это очень ценно. Это очень ценно. Ну что, Андрей Витальевич, очень много преобразований, очень много изменений. Вам спасибо большое, что пришли и рассказали. Вам спасибо. И вот очень приятно, Андрей Витальевич, что не только хорошие, прямо исключительно положительные моменты мы с вами обсуждаем, но и о каких-то проблемных моментах тоже говорим. Это очень важно, мне кажется, и для слушателей, что не понимая, что вы в курсе всего, что происходит, вы на это все глаза не закрываете. И на все изменения вы готовы. Спасибо вам еще раз. У нас в гостях был Андронов Андрей. Это главный врач Северной клинической больницы, скорой медицинской помощи. Спасибо большое вам еще раз. Ждем с отчетом новым. И будьте здоровы. Будьте здоровы. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста. Продолжение следует.